А что сейчас, Вайтра, ты его упоминал, для меня он единственный известный в прошлом ролике. Вайтра долгое время работает на Твиче, мы с ним общались так давно, где-то недели три назад. У него все хорошо, у него подрастает сын, насколько я помню, да, два или три годика, ему веселенький, общительный, хороший. Так, поехали. Арктика РД, во, Хумыч помнит. Фух, давайте к игре. Попробуем, по крайней мере. Четику привет, четика выводится для истории. А, рачок, как его Люга называет, Брюс. Варда им все-таки даже на этой карте. Класс. Что ж такое? Из клуба Арктика, да. Ну, не прямо сейчас из клуба Арктика будет вещать. Я не знаю, вернулся ли он в Россию, был очень долгое время в Таиланде. Что тут происходит, наше есть. Что? Такой врыв в чат. Господи, такие игры хэпи, такие игры кэша пропущены. Красиво, панда вторым. Может быть, соло Варда. Посмотрим, может быть, панда вторым. Ключевой, конечно, герой это Варда. То есть, может быть, даже, повторюсь, соло. Из-за ульты, из-за пользы ее и на четвертом, и на пятом уровне. И пошел Криппинг. Футмен пошел... А, сразу Эксп. Неплохо. Ну, может быть, Вардонка и взята была, как на Терринасе, что... Пусть ставит Экспанк, я тоже поставлю Эксп, более поздний, но смогу захарасить его до смерти. Да, побежала Вардонка, большой бутылёк маны, выпадает ей. Затупил он с... Раньше надо было, конечно, под второго элемента все это делать. Ну, неплохо задиспелил. Во-первых, достал и Архмага, и добил, что самое главное, элементали. Это дало возможность Вардон получить второй уровень. Неплохо блокирует, конечно, инфи. Ну, первый раз блокировал хорошо, потом... Мне кажется, что там либо уже строится, либо должна строиться нычка. Так, сейчас посмотрим от первого лица, от инфи. Он один из лучших игроков, чтобы спасать эти пассы в маленьких нюхахах. Но первый Шеддлстрайк и Фан-Офф-Найфы очень много ударили. Что она делает? Почему рабочих левого не перевести было? Сейчас вторые ножи, и по всем опять попадет. Нет, тут магазин был, магазин. Но при помощи магазина и крепится. Магазин ранний — это интересная тема, которая позволит Вардон более свободно использовать... Да неважно это. Видимо, сейчас Солнечек пойдет. Мне кажется, второй барак, он не будет... Нет, он Т2 тыкает. Ничего себе. Во-первых, он сдал свой артефакт. Не просто так, конечно, но... Мана потрачена была. Получил большое количество экспы, как вы видите. Император будет послезавтра, кажется. То есть завтра у нас единственный день отдыха. Из этих девяти дней игровых один выпадает. Вот. Сегодня последние игры первой группы. К концу этого дня мы с 16 игроков, ну и с 12 уже, которые остались. Вот, пожалуйста, он делает догоняющий эксп, но он настолько... Настолько сразу, быстро... У-у-у-у. Персоналочка, почти третий уровень. Ну и третий Варден. С третьей Вардена уже можно эксп подбивать. Да. Да, ну, я как понимаю, сейчас лучше... Разбить там несколько дней, для того, чтобы... Ну, все равно у тебя 4-5 часов есть, и игрокам не так напряжено. Если, конечно, есть возможность приехать на полтора недели в Китай. Не-не-не, зачем фан? Ему как раз... Нет, да, именно сингл-таргет дэмэдж ему нужен. Ему нужен первый... Ой, второй кинжал, для того, чтобы именно ставить эксп. Для того, чтобы гарантированно подрезать футменов, для того, чтобы не бегал Архмак. Он тоже очень быстро приходит в себя после пары кинжалов второго уровня. Они не в два раза сильнее, побольше будут. Потому что первый отнимаете 75-50, второй 50-50-50. Ну, потому что резали первый кинжал. Была имба, когда Варден первого левела прибегала к коню, и все, он убегал в алтарь. Да какой Мунвейл? Там у него магазин стоит с самого начала игры. Ну, что... что он начинает-то? Единственная проблема сейчас у Ла-Лайта, это то, что он много ресурсов теряет. Он поставил экспант позже. Нахарасил, но не так, чтобы совсем сильно. Он достроился приблизительно по таймингу. И он еще поставил раньше второй... ну, в смысле, грейд на Т2. То есть это и плюс, и минус. Пораньше у него лорницы, пораньше первой дриадки, пораньше второй герой. Но, тем не менее, по экономике он где-то пару косарей точно потеряет. Главное не добить бараком этого... Ну, клево. Да, очень быстро подкрепился. Варден почти четвертый, да, это очень важно. Не, почему? Ему просто крепиться нужно. Тинкер! А вот это... Это, возможно, подстройка... Что? Зачем? А, с ракетами. Ну, ракета сейчас... Да. Кажется, там пара патча была. И то, что действует по... Хотя по воздушным, блин, бруде раньше действовало. Кажется, увеличивалось радиус поражения ракет. Но... Я не знаю актуальные цифры по ракетам, насколько... Насколько сопоставимо с, там, той же самой пандой. Ее ж тоже подбафнули немножко. По урону, ну, периодическому, так скажем. Странно. Ну, посмотрим на практике, как будет работать конкретно в этой игре тинкер. Артефакты отвратительные. Половину, я думаю, архмак сразу сдаст. Ну, видите, ножик, что дает. Вот, сразу... Сразу подрезает по юниту. Видит, если кого-то, то подрезает. Не добивает. Еще можно второй... Ну, это... А почему ты затупил это так? А, МК! Нормально, сейчас можно спокойно на снафи уйти. Ну, баши нет, молоток на КД. Как же он классно крепится, вы посмотрите. Классно. Так, там, скорее всего, Т3 у Ла-Лаи это уже в процессе. Что с дрядами уже надо заканчивать. Инфи сразу уже выходят из лимита. Ждем таймингового пуша с рифлами с кастерами. Так, и... По героям, смотрите, как впереди. Очень хорошо Ла-Лайт совмещает Харас отбивание от вражеского Хараса и при этом Криппинг. То есть он поубивал там одного футмена, мог второго убить. Тут же персоналочка на Криппинг, который уже в процессе. Нет, это не тот артефакт, который нам нужен. Агила для Варден даже, наверное, ХПЛ было бы лучше. Ну, типа, плюс 6. А вот этот тайминг очень хороший. 70 лимита. Пошла атака. Медведи здесь начинают появляться, но еще не мастера. Это очень правильный тайминг. По героям, по уровню героев, конечно, Ла-Ла-Лайт очень хорошо сейчас все показывает. Ему, конечно, до третьего тинкера было бы докачать. А-а-а, там еще Т3 не доделалось. Вот это шикарнейший тайминг. Да, перестроился от Кедрят. Перестроил. Блин. Вообще что-то не верю я в то, что отбиться может Ла-Лайт. Пошел снимать протекшн. Ну, без медведя как-то твоевать. Надо еще пару виспов брать с шахты. Ну, да, пытается выиграть время. Очень битые футмены. Ну, там вышки достраиваются, это может быть проблемой. Два свитка, кстати, выкупил. Это важный момент. Один магазин, и он выкупил оба свитка. Ну, не отступай, ты куда? Отдает эксп. Отдает эксп. Все. Ну, можно здесь третью базу ставить. Минус 20 лимит у Ла-Лайт. Такой классный тайминговый пуш. Ну, классика жанра, но... Навтыкал где-то с 103, и все, и до свидания. Ты минус тп, кстати. А, Инвул передал. Подрезал еще артипакт. Мне кажется, что лимита, конечно, у Ла-Лайт, это значительно лучше уже. Ну, что делать? На пятый Варден пытаться вытаскивать. Убить сейчас на развороте эти две вышки несчастные, и попробовать снова поставить базу. Ну, либо ломиться, давать бой на мейни, на незащищенном, например. Что на мейни? Вот вопрос у Инфи. Почти, почти, почти. Пятый Варден, третий Тинкер. Неплохо мана стилинг. Ну, то есть, это нормально. Это может помочь. И нейтрализовать МКУ. Ну, вот раньше бы отвел. Ну, ёппер СТ. Да, все, у Ла-Лайт ломается игра. Он не знает, что делать. То есть, у него, по сути, два варианта. Но от первого он уже отказался. То есть, он не идет на мейн. Не пытается навязать сражение. Хотя, сейчас лимиты сопоставимые. То есть, ну, ладно, минус 13. Но за счет более высокого уровня героев можно было посражаться, выиграть. Вот. А сейчас, получается, он отбивает вышки и вроде как нужно ставить свой экспант. Но... Не знаю. Ну, куда ты лезешь-то? Ну, ядрить. Ну, как? Ну, ядрить лома, Ла-Лайт. Да. Ну, ядрить лома, Ла-Лайт, точно. Да. К этому пушу должны быть, вот, появляться уже первые медведи с грейдом. Должны были уже появляться. Жалко. Сейчас я поздвигнусь снова. Да, это понятно, что он будет восстанавливать. Но сколько времени он потерял? Сколько ресурсов он потерял? Пока он построит этот экспант за 3 минуты. Пока еще шахта будет рутиться минуту. И сколько она не стояла еще. Ну, этот экспант не стоял. Ничего, следующая карта Вангу и Теренас, который выберет Ла-Лайт. И там будет, скорее всего, и более эффективный Варден, и более правильные тайминги по Харасу, по Т3. Ну, потому что там чаще играл, он, видимо, и знает. Красную точку вторую забирает. И что там появляется? 4-4 сила. Сила ловкости, кажется, это, да? Ну, у него здесь в прошлой точке выпала Тауреновская аура. Вообще нет. Не на что надеяться, на самом деле, сейчас Ла-Лайту. Там атака экспанда идет. За которую вообще должен Ла-Лайт сражаться? То есть он должен телепор... А, у нее нет телепорта. Это не бейстрейд. Это... Это унижение экспанда. Возможно, даже с последующим не телепортом на мейн, а проходом на... Ну, на вражескую базу. Да, он пачком идет. Забей. Первая часть игры хорошая. Быстро крепится, харасит, подрезает, по уровню опережает. Вторая часть... Все. АМШ пошел с АМШой. Не-не-не, это не... Вторая часть игры шла абсолютно не по плану. АМШой словил. Да, толку. Да какой бриллиант, блин. Он ждал этого молотка секунд 20, пока Варден бегала здесь. Абсолютно нерешающий этот момент. Можно бы даже было и словить, чтобы АМШу не тратить, потому что все равно Мануэлла у тебя полная забей. О-о-о-о... Бывает. Пошел воркшоп. Иннерфаер, да тут полный фарш уже. Тут такое количество ресурсов у инфи. У него и 80 лимит, и косарь на руках, и уже Т3, и там, наверное, паладин готовится, и грейды делаются. Три кольца, блин, плюс 12 армора. Там 30-40... Ой, 50% дэмэдж редакшена физического. 50! Этого человека только бёрнами нейтрализовывать или виспами. Всё. По-другому его в текущей ситуации не убить. А куда ты лезешь? Ладно, хорошо. Типа отвлекает. На карте не осталось нейтралов. Это третий грейд на атаку, да? По иконке. Вроде третий грейд на рейндж. Атаку. Да, рифлы 3-0 будет. А где мортирки, кстати, с ашридай? Почти пятый архмат. Здесь можно потихонечку вышки выстраивать. Ну, то, что мейн сейчас заканчивается будет через минутку-полторы, наверное. Да. Очень-очень грустно мне за эльфа. Со временем преимущество инфи только увеличивается. Да, выходит из лимита инфи 91 лимит из 100. Сохраняется преимущество в 20 лимита. У-у-у-у. Да нет, там феррики, скорее всего, парочка подстраивается. Он же видит кастеров, он же делает древо ветров. Блин, ну комментаторы, видимо, тоже не проснулись, как я. Хотя у них вечер уже. Да, это хорошая тема. В маркетплейсе найти Трушетауру. Паладин, кони. У Архмага как раз слот свободен, смотрите, слева наверху. Иллюзия Малтон Джайанта. Пошел Близзард. Возможно, кстати, да, ракеты были взяты на лейт, чтобы как раз контрить. У ракет же там кулдаун 6 секунд. Зачем ты ракеты делаешь раньше, чем Близзард? Сейчас Близзард зайдет. О-о-о-о. Сейчас Фейрик еще прилетит. Тайминговый. Да, там неважно уже. Молотки летят, Клэп. Все заливается. Очень битая Варден. Свиток отличный, стафф пошел. Паладин приходит, кстати, между прочим. Можно Архмага подлечить. И телепортируется Тинкер. Вообще без шансов. Вот Дэншин-то винт справа. И он сейчас начинает делать Фейрик и первого под. 0-0 грейды. Варден далеко не шестая. И это, скорее всего, минус экспант до того, как даже Эльф подойдет, потому что 3 грейда на атаку до свидания. О, смотрите, как откусывают рифлы от... Пошел персональный телепорт. Бах. Мортирки начинают постреливать. Ракеты классно залетают, конечно. Да, он так аккуратненько добивает эту ничку. Мортирками. Все, выкапывается. Минус медведь. Последняя битва, скорее всего. Тут все настолько красное. Варден врывается. Неплохо. Ракета, ну там, свиток. Больше свитков не осталось, кстати. Но тут и армии маловато. Хорошо закидывает ракеты. Не, ракеты тут были взяты исключительно для того, чтобы контрить в лейте Архмага с Близзардом. Бедная Вардена отступает на последних хитах. Ну там 93 лимита, как бы... Часть до заказа, вот они в эрике тайминговые. Нет, тут все, все, все. Первые 8-9 минут шикарно. Кроме играть на Т3. Все. Но если ты к тайминговой атаке не готов... Близзард своих дамажит, конечно, дамажит. Близзарды все равно. Ну, брекеров не трогают, потому что они иммунные. О, Феррик работает. Как же он быстро уходит, вообще. У тебя став не на КД было странным. Козочкам очень больным. Да. Ой, как дриады разваливаются, видите? Минус 2 сразу за один залп. Бах. Бах. Гэгэ. Блин, посмотреть бы тайминг Т3. Мне кажется, самая большая проблема была в том, что... Либо там он в лес уперся, либо еще что-то... Нет, хотя он Шреддер выбрал, у него не должны было быть проблем с лесом. Ну, а инфи сделал вообще все четко. То есть он, конечно, там подрастерял футменов, но... Варден в этом плане на кипера похож. То есть даже если ты вообще молодец и чемпион, то в момент, когда просто ты встречаешься с Варденом, вот футмен встречается с Варденом, он уже, скорее всего, обречен. Ну, с третьей, по крайней мере, со вторыми кинжалами. То есть как бы ты там ни контролил, что бы там ни придумывал, если ты встретишь там Козла или Варден в третьего уровня, то ты в любом случае Юнита... Ну, не в любом случае, скорее всего, Юнита ты потеряешь. Почему эльф не врывался в кастеров с ножами и ракетами? Ну, там слоу, молоток, и ты оттуда можешь не уйти, просто ворвешься, не уйдешь. Для этого нужны инволы, для этого нужен блинг. Аймши диспейлятся, то есть это тоже не панацея. Третья панда бы сдула все в момент, переходит Инфинэкс, вольт-сеносит, перекупил, вообще не было, кроме двух престов. Да, но на тот момент, кажется, не было третьего уровня Тинкера, но это ошибка тоже, помните, там он мог Варден отвезти от магазина, который крепил, и мог получить героя второго-третьего уровня. Но панды было бы меньше перспектив вот в таком лейте. Но хотя, лучше, чтобы не было такого лейта без экспанды. Но мне нравится то, что Лалайет экспериментирует, по крайней мере, с вторым героем. То есть вот столкнулись с проблемой, что при переучивании, там, к пятому архмагу, ну, непонятно, что с ним делать. То есть либо брать третьего героя какого-то, который может затыкать. Он долго не живет. Ну, рейнджер каранжовый, понятное дело, но на огильный, там, МК уже прокачан. Хорошо бы иметь кого-то поплотнее, пожирнее, и который не будет отъедать экспу основных героев, потому что все-таки очень сильно решает пятая, шестая Варден. Да я читал Чебуран то, что писал, но это не совсем верно, потому что он обгонял по криппингу предпоследняя точка, которую он закрипил. Он криппил с одним героем и одним Шреддером. Дриадки в тот момент, две штуки, были дозаказаны. Потом он еще заказал две-три на последней точке, на последней точке, на магазине. Ну, вот Нэйч Блэсинг, да, Нэйч Блэсинг мог ему под... Ну, короче, смысл в том, что ты все равно должен сэкономить... То есть выбираем между тремя дриадами, тремя дриадами, и тайминговым Т3, который под стандартный вот этот вот пуш под лимит 70. Ну, готовый, чтобы медведи были. Естественно, нужно выбирать готовых медведей. Естественно. И все-таки это не ТС, это Хуэллс. Окей, посмотрим. Стоп Ту Лайт, да, об этом мы говорили всю игру, блин, говорили. Спасибо, что ты мне тоже это поясняешь. Да, МК Варден вполне реальный сильный. А, ТС Инфи выбрал? А, это его пик был, Кастро. О, спасибо. Хорошо. Тут могут быть Майн Геймс. То есть тут может быть Архмак, МК, Варден, ДХ. То есть в зависимости от того, угадаешь ты, не угадаешь. Хотя мы видели, как и ДХ отлетает от Маутен Кинга. Да, Варден, а тут МК. Тоже такой стандарт. Как места распределяются во втором группа Ун, там жеребек какая-то будет. К сожалению, я этого не знаю. То есть есть два метода. Первый — это заранее пишется, кто из какой группы попадает куда дальше. Ну, либо в сетку, либо, как в нашем случае, во вторую групповую стадию. Естественно, с посевом топ-1, топ-2 из каждой группы. Второй вариант — это две корзины. Те, кто занял... Четыре человека, которые заняли первое место, и четыре человека, которые заняли второе. И, собственно, вытаскиваются на рандом. Если верить отборочным, то будет А1, С1, Б2, Д2. Ну, все, тогда первый вариант. Опа, выкуплен прист. Хорошие ножи. Да, странно, что он не сделал лобо лишь на арчу. Да, вроде нет, ничего не подубивал. Да. То есть тут довольно большое количество ресурсов было потрачено инфе для того, чтобы... Ну, он делает и раннюю разведку, перекупает приста, отправляет еще одного футмена сюда. Они никого не добивают, ничего не происходит. Он сделал лобо лишь, только не задиспелилась. Это очень странно. Ну, а больше есть, конечно, особенности по диспеллу, что он снимает негативный, оставляет позитивный, но неужели Лайтинг Щилд в этом случае был как позитивный спелл? А, минус один висп там был. Угу. Да, Рода, который рядом с Бараком стоял, задиспелился. Ну, это все равно... Ооо, да, это тык в экспанд. А Берс... Это прям очень важный момент, потому что кто возьмет Берсерка... Лимит есть, деньги есть у обоих. А почему футмен уходит? Он как будто не собирался сам собирать. Да какой? Зачем Шэдоу Страйк? Ты что, с ума сошел? Так, ну вот с Берсерком будет попроще уже отбиться. Хотя, видите, Варден башь сверху, нано. Так, пытается спрятаться. Не хватает Мунвелла тут поближе. Да, Шэдоу Прис, второй. От меня понимает, что не достроит он экспанд. Да... Начало не очень хорошее. Но, во-первых, Лолайт... Еще разведочка не эта самая. Кажется, он не был в курсе, что к нему бегут. Да ладно, все равно... Все равно Лолайт ставит эту базу, вторую. И делает Грейт на Т2. И делает экспанд. Сейчас... Да нет, это для крепинга, скорее всего, просто. Хотя нам не показывали... Подождите, мейн, 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 инфио. Вдруг там вообще Т1? Да ладно! Это было бы так красиво на этого заносчивого эльфа с... Нет, там все-таки Т2 делается, видимо. Блин, вот такого эльфа вообще изи застроит. Ты к нему приходишь, там подрезаешь, виспа подрезаешь Арчу, у него один барак, там Т2, ясно? Оооо, красиво. И начинается геноцид рабочих. Там глухая застройка, но есть висп в застройке и персональный телепорт, до свидания. Вот это очень больно. Тауа! Ну что ж... Он боится молоток словить. Подрезает еще. Сбивает лечение у Футмена. Ооо, как больно! Баланс. Ну а там делается тоже грейд, ставится экспанд. Еще бы классно Мурлока выманить откуда-нибудь там из зеленой точки. Да, протектор. Ну потому что единственное, чего опасается, это какой-нибудь олэйновой контратаки. Да, похоже. Он взял битых рабочих всех и пошел строить эксп... Красиво. Да, только один фан у него. Да, но здесь тоже чистится база. Да ладно, Хантреска? Нормально под Т2 такая вышла. Второго героя ждет. Рус, подчеркивание, Браиль поддержал наш канал на 100 рублей и сообщает. Только не... Конечно, в следующем будет играть. Алло, не ругайся. Ух, успел выключить его. Так, а что будем делать здесь с... Надо закрыть еще, чтобы не было этой самой озвучки. Так, Архмаг вторым героем. Минус 2 рабочего. Надо телепортироваться домой, восстанавливать. Врубать ночь, регенить ману, отпеваться, естественно. В чем наличие кэш, видимо. Хорошо блочит. Блочит? Чуть-чуть не хватило. Так, а что... А, здесь минус шахта. Тут нельзя, к сожалению, шахту зарутить. Ну, с другой стороны, у инфи, вы видите, даже нычки не делаются. То есть, он... Он отошел, просто покрепится исключительно. Очень нестандартная сейчас ситуация сложилась. Ну, брейкерами, может, с двумя арканками будет. Я не понимаю, зачем Лалайд это делает. Он вроде как просто приходит и защищает свой эксп. Он легко защитит его. Серьезно? Отдаем экспант просто? Серьезно? За что? Да какой он не может защитить? Он просто в МК умирает, и все. Посмотрите на МК там с одним свитком. Вы издеваетесь? Ладно, поясню. На мой взгляд, Лалайд мог отбиться. То есть, у него, да, там один Берзерк, два кота, Варден. Но учитывая здоровье МК и третью Варден Отбивается изи Это раз Но вместо этого он пришел И побил Блэк Смит Или Барак А у него же еще второй ножик И вообще А у него четвертый левел уже И у него вторые ножи были естественно Но все равно бы МК убил бы Да, но у него минус Минус эксп Который Что происходит? У Ла Ла это какие-то Решения очень странные, я не могу понять Там два приста, Светок Болт Я в курсе, да Два приста, как обычный прист Лечит Болт это интересно, но Ладно, хорошо Живем до Медведя, Соло Варден Может он просто Блин, не знаю Не могу это объяснить Так, хорошо Не акцентируем на этом Внимание Кэш играет следующим Очень хорошо Сейчас Анфи крепится Плюс 9 когти Только желтенькие остались Точки По углам и все Больше ничего нет Ну вообще Один в один Можно вполне играть Почему нет Единственное, что я боюсь за здоровье Варден Потому что Потому что Потому что Почти пятая МК И нейтрализовывать всего Амулет Маны взял Да-да-да-да-да Вот как это контрить? Полтысячи Маны Либо ты второго Димку берешь Либо виспов тратишь Но если нет И МК живет То он на протяжении Не знаю, там, минуты Может откидывать Молотки Методично так Так, пошел телепорт Диспл, диспл Но сейчас Очень важно, что Каждый килл, короче, важен Потому что если Варден Будут вот так вот Кормить элементалями И всякой мелочевкой Молоток очень хороший Ну, смотрим Ножи третьи явным Где МШ-то у тебя? Милиция здесь тоже экспа Не надо сражаться Не за протектором Нет, если здесь Все сделать ровно То разрешает ульта Еще, кстати, экспанд Ставится И контролится экспанд У инфи Да это понятно Надо добиться О, хорошо Ну добей Ну добей Блин 51 Опкип У инфи Да Лимит точнее А там 800 О, еще рифла Вот не должно быть такого Понимаете? Не должно быть Что чем? А, чтобы Чтобы не потерпеть От молотка Все, все Здесь правильно все А мы без стаффа играем Класс Купил стафф? Да, молодец Вот это да Он купил стафф Что? Ребята, это был Грейта Грейта мув 100 трайев Ставка самодель Без хилки В лунгваре было Бахали Бах Рестарт Сейфлот Попытка Даже баг Твоей сложности Сейфлот Короче, короче Ну, тайп Росбрейн Изи просто Изи Просто изи Не идеально Мягко говоря Играет Лолайт И так же играет Инфи Вот он уже Варденку подкормил Почти на полуровня Понимаете? А потом Блин, ультимейт Чё ж делать Дисбаланс Все дела Мне, конечно, он так не говорит Амши не хватает Ну Ну, инвулл, конечно, лучше Потому что Амши все-таки диспелится 50 лимиты 700 голды А почему он Амши не покупает? Я не пойму У него магазин стоит У него магазин стоит У него слот есть Хотя бы первый молоток словить Там застройка идет Магические вышки То, что нужно против Варда Запасаясь чипсами и попкорном Говорит Блай Третий парагон Создатель сказал, что я не пройду Что там нужно Глубокие знания Игровой механики Вот Тут ГГ для инфи Увы Да? Ну, вообще Я пока не знаю Чем это все закончится Так, минус одна магическая вышка Магическая вышка и с этими С медведями хорошо То есть по ДПС Пока у медведя маны есть Так же, как и гвардовская Глубокое знание механики Но с этим чатом поможет, конечно же, Блайнд на Титана Да Да, у него висп висит Он понимает Лолайт понимает, что Время работает на него Ему главное сейчас вот каким-то Каким-то чудом не залить в Арден Да Вот сейчас видит Видит инфи, что там экспант Ох Минус еще один прист Он не выдерживает связки Даггера и ножей Еще один Молоток Свиток Ой, Архмак, 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 Джин Сам В чем случайно получилось Понятно Еще, кстати, МКУ можно попробовать Да ГГ Ну, Батгаран был прав, видите, все, все изи Ну, опять же, такие вещи сложно читаются Потому что, ну, куда, куда Архмак Как он там оказался Вся армия отошла А он там Вокруг медведя То есть провал в памяти А потом вокруг одни медведя Причем Лолайт даже не Не пытался окружить этого Архмага То есть он увидел, что О, Архмаг окружен И уже начал его атаковать после этого Очень нестандартная Получилась игра Потому что С одной стороны, казалось На старте, что инфи Ну, ему удалось отменить экспанд Думаю Вроде контроль идет Контроль есть за ситуацией Но Эльф тыкает Т2 Восстанавливает эксп И третий варденкой Выигрывает довольно приличное время На мэйне просто И убивает рабочих Встает, собственно, производство Вот Но это как бы не все То есть уже, казалось бы Эльф молодец, чемпион Пожалуйста, у тебя Т3 медведи Прокаченный герой Экспанд есть Ладно, нет у него медведей У него было На тот момент, когда у него экспанд Сделался Еще далеко не было медведей Но тем не менее Он его сдает хладнокровно Видимо, решил не рисковать варденкой У тебя, блин, там ОМК было 200 с небольшим хп У тебя третий варден со вторыми ножами Окей Тык-тык и до свидания Когда там парагон будет Есть инфа? Точной уже нет То есть на стримфесте было объявлено, что 15 июля То есть буквально через 3 недели Выходит парагон Но Ринс написал, что не успевает И 15 числа будет только какая-то стадия тестирования Надо было экс ставить хуму Тоже не очевидно Потому что когда у противника прокачанная варден Экспанд тебе может выйти боком Это и постоянные харассы И кормежка соло-героя То есть это не оч... Такое негарантированное решение Третья решающая игра Следующий матч, который мы с вами посмотрим Будет кэш против покуса И его комментировать мы будем вместе с Орком РД И Тиренас, который сам инфей выбрал Я не знаю, что он здесь будет делать против варденки Да, Орк Денис Как? Что? Да, это довольно странно А смысл вообще ставить экс, если ты даже не собираешься идти защищать? Если ты его даже не собираешься идти защищать Так ты же не знаешь, что будет через 3 минут То есть, конечно, у каждого игрока есть свои планы Но дело в том, что ты же играешь не в идеальной среде Где там, что делаешь, что хочешь, то и делаешь В твои планы неизменно вмешивается враг То есть ты постоянно подстраиваешься Ну или пытаешься навязать свою игру Но так или иначе ты взаимодействуешь с игроком И особенно на таком высоком уровне Ты точно не можешь сказать Через 3 минуты, что конкретно Какая конкретная армия будет у тебя и у врага То есть логика, зачем ставить эксп Если ты не собираешься его защищать Это... Может он собирался его защищать Но, к сожалению Не удалось Тянка уфха кастера Понятно, варкингу не хватает кого Малтун Кинг против Варден Как и ожидалось Очень хороший криппинг Смотрите, какой сумасшедший ДПС наносит Лайтнинг Щилд Вспоминая вчера Таурена четвертого уровня Который под Лайтнинг Щилдом Громил эльфов Я так прикинул Что Лайтнинг Щилд дает такой же ДПС Как, собственно, Таурен По одной цели Только по одной цели Вот вы берете Таурена четвертого уровня Который там дамаг Где-то 35-40 Ну, не знаю Какой там конкретно Но Скорость атаки где-то раз в 2 секунды Вот, и получается, что Лайтнинг Щилд Который 15 секунд наносит Но мимо брони Он по одной цели Такой же ДПС дает Как и Таурен По одной цели Ну, просто с руки С руки А там под Лайтнинг Щилдом Было, не знаю Там 5-6 иногда целей Если вы пропустили вчерашние игры Прям очень рекомендую посмотреть Все, просто все И кэшевские Ой, подождите Экспанд Варденга крипится Выбивает артефакты В стиле Блэйдмастера Мы уже Говорили о том, что Ла Лайт Не стремится рано Харасить экспанд Потому что все равно Время Хараса настанет Самое главное, чтобы Была Чтобы был третий уровень минимум Это четвертый левел 25,6 ДПС Ну, только вспомни, что еще у юнитов армор И 20% можно смело вычитать Вычитать То есть 3-4 арморы Нормально По героям еще больше Хотя по героям ЛС Меньше будет наносить Из-за врожденной сопротивляемости В 30% Сейчас Сейчас будет третий уровень у Варден Варден, скорее всего Скоро за бис продаст ради Ради персоналочки Просветка идет Барак-то мы не отдадим, нет? Не-не-не, нормально Там и тролли умер И, кажется, ретаргет он сделал Два тролля-берсеркера Хорошее, кстати Кольцо регенерации На самом деле Не такой уж плохой артефакт для Варден Потому что она постоянно получает Какой-то урон И, конечно, в любом случае Нужно возвращаться для того, чтобы Ману восполнять Но ХП это тоже такой ресурс Который у него постоянно уходит Да, кристалл болт сейчас выпадает на два уровня ниже Шреддер выкупает Ну, баш, пока ровненько все Не жалеет ману Но это нормально Потому что у него полная мана Во-первых Ну, сейчас не... Ну, хороший артефакт Во-первых 6-6 агилы Ой, 6-6 анты, извините Вынужден Отказаться от трех сил Уинфи артефакт сомнительный Ну, кольцо, кстати, неплохое Для Маутон Кинга мы видели, что он Вытворяет Большой инвул хорош Варды пригодятся Кристалл болл согласен Ой, сюда Варден телепортируется Ножи Добивает Берет экспу Подрезает приста Офигеть Понеслась Понесли Понеслась жара Посмотрите, что творит Варден Телепортируется Потому что еще минус футмен Еще минус футмен Еще минус футмен Вот за это я Варденку Уважаю Ну, она такая взрывная Она в короткий промежуток времени При наличии маны Может такое количество урона внести Особенно на такой стадии Выдохнул Инфи Блин Такое у него выражение лица Да Грамотно крепится То есть Варден пошла восполнять ману Юниты забирают мурлоков Оставшиеся Кем хуму контрить Варден? Ну, МК, МК-брейкеры Варден плохо работает Против Ой Против жирных юнитов И прокачанного Такого дизайблера хорошего Но Она не будет В определенный момент времени Уже в лобешник Ну, то есть Сражаться в лоб Ее задача будет Уничтожать рабочих на экспанде И доживать до 6 уровня И пошел дропчик Вот это очень опасно Кажется, ее могли заметить Ферма Да, заметили ее А, там Вард же стоял Вообще рядышком Да Что ты делаешь? А почему? Ого 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 Вот это красиво Вы видели Там такая дистанция Небольшая была Ого Там даже анимация Уже проходила Что молоток влетел Красиво Так, ну там доделывается уже Судя по положению Лап дерева Третий грейд Опять ножи Минус прист Да не сукло Все нормально Контроль Да, следующий дирижабль А, это фейк Дирижабль на мейн Ой, молодец Смотрите Сейчас главное его чуть-чуть показать Чуть-чуть показать Все, а сам на экспант полетел Красава Такой бесячий Оооо Ну какая разница Минус два раба Три Шреддер Шреддер Блин, я бы вышел просто Это такое унижение Ну там, к сожалению, Огра теряем Но еще одни на шее Пять с половиной С половиной Да Игра Судьба Инфи Его уязвимые места Сейчас все в руках Лалайта Что хочет, то и делает Вообще Инфи сам ТС оставил Ну это его вообще Он, я не знаю, зачем он эту карту пикнул Потому что это лучшая вообще Карта для Вардена А Вардена Это лучший герой Лалайта Вот это же и Феррики И первые медведи Играет на колодце А Инфи как бы чемпион мира Между прочим Вышки доделываются новые Дробчик Магические вышки особо не дамажат Ну если только не Варден Довольно быстро можно Ай, ну хочется выскочить тут Ого Минус четверо рабочих Минус вышечка А, просто Архмага унижает Смотрите, что творит Инвул большой, правда Ооо, Варден достается Что же делать Там большой инвул Мне придется отсюда на телепорте уходить Да, ничего страшного Минус две вышки Минус рабочие Конечно, он потерял там Одно Феррика Одного Преста, кажется Да неважно Шестая Варден Здравствуйте Ультимейт есть Ультимейт есть Сейчас еще к регулярному Вот такому Харасу Добавится Spirit of Vengeance Вон уже побежал Дух Возмездия Рабочий просто уходит Все, отказываемся Слишком рискованно Что это? Что вы? Какой? Ммм, да Интересный тайминг был Там будет атака на эксп Которая вообще отбивается Между прочим Нет, просто 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 Телепортируемся Да, жалко, что Магазин Он спит... Нет, не фагетит Он справится здесь без ульты Блин, ну что за Комментаторы, блин Ну, успокойтесь ГГ Они вообще Я не играю, не знаю Лет пять уже В соло Они какие-то Ёпрессы В чем он уже это делал На других турнирах Минус инфи, друзья Минус инфи Тиаш остался, да, только? А, Флайш Подождите Так, РД у нас уже на связи Так, сейчас будет перерыв Но мы созвонимся, я думаю, заранее С Орком Денисом Старичок Орк из Санкт-Петербурга РД Как он третий, кроме застройки Так непонятный Дирижабль для рабов Нереально Нереально Так, конечно, Нью-Йорком будет, говорит Спейл О, Зондекс еще подтянулся Да Так, звоним Надеюсь, там с микрофоном нормально А-а-а-а-а Алло Алло Подожди, подожди, подожди Возможно, это с моей стороны Я вчера Чудил Пока не слышу тебя Секунду, секунду, секунду Ага, вижу, что ты меня слышишь А нет, я должен тебя слышать Что-то у тебя с микрофоном мрамор говорит помню я этого rd любил глумиться над более слабыми игроками нет 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 ты что-то не то помнишь rd по крайней мере я его помню скромным воспитанным зеленым орком здравствуйте здравствуйте очень рад слушать как давно это было слушаю давно это было давно расскажи расскажи да ладно не можешь ничего не рассказывать на самом деле все смотрел у меня для тебя есть домашняя заготовка так это не салат оливье и ну как